Итак, сегодня 20 ноября 2023 года. Время 16 часов 40 минут по московскому времени. И я вернулся. Я вернулся снова в то дело, которое больше всего люблю, которое больше всего ценю, которое со своей командой, группой каналов Биржик мы поднимаем по сей день. Дело это исключительно для вас и ради вас и для нашего с вами Отечества. И, соответственно, я понял ценность всего того, что происходит в моей жизни в рамках данной деятельности, в рамках своей бытовой жизни, даже по отношению к семье, если честно говорить. Я много что переосмыслил за последние две недели. Я, признаюсь, честно, я не сказать, что ценил все то, что имел. Правда. Меня примерно 14 дней назад экстренно госпитализировали. У меня было сильное кровотечение, откровенно если говорить. Ситуация была жесткая. Я думаю, сейчас по голосу тоже у меня слышат, что немножко я еще отхожу от того, что пережил за последние две недели. После того, как меня госпитализировали в одну из больниц московских, назначили определенный день операции, хирурги сказали, что если вам эти хронические болезни не удалить, они вас персут потом в рак. Так, годик, полтора и все. И потом вы можете прощаться со всеми, кто вас окружает. Я был, не сказать, что удивлен. Я был, сказать, что шокирован. И, признаюсь честно, я, когда это все услышал, я понял ценность жизни. Я понял то, что не мог понять до этого сам. Если бы мне кто-то сказал об этом, я бы сказал, Иваныч, да пошел ты в заднюю, я тебе не поверю. Но я это понял. Что мы, во-первых, все ходим под Богом, буквально под Богом. Сегодня ты здоров, завтра ты болен. Во-вторых, сегодня ты стабильно, завтра ты в дестабилизации. Третье, сегодня у тебя есть все, а завтра у тебя не будет ничего. К чему я все клоню? К тому, что когда я, к тому, что когда я написал на нашем телеграм-канале группе ВКонтакте НГЗН пост о том, что меня госпитализировали, это у нас было 11 ноября, это моя фотография моей руки из больничной палаты, набралось в сумме, ну, примерно 6 тысяч одобрительных комментариев. Набралось более 3,5 тысяч писем поддержки. И сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего. Почему я все это отсрочивал, решение своей болезни, которую я пытался всячески решить за последние полгода? Потому что, признаюсь честно, я не то чтобы боялся получить неодобрительные какие-то отзывы, что, мол, Михалыч, ты там всякую хрень городишь, ты здоров, мы тебе не верим и прочего. Нет, нет, не из-за этого, как бы вы могли подумать. А из-за того, что я не хотел забивать на свои рабочие процессы. Потому что суть нашего проекта, биржевик, она заключается в том, что мы, то есть я, мои коллеги, вот, лица, которые работают в группе каналов биржевик, пытаемся им передавать бесплатный и без смс опыт того, что мы поняли в экономике, в рынке за столько лет торговли. Я никогда не продавал курсы, я, честно, я никогда не борелся с каким-то инфоцыганством. Поэтому, господа, я при своем был, есть и буду оставаться дальше, что я антиоколорыночник. Я не собираюсь обманывать, скажем так, я не собираюсь пользоваться доверием вот тех людей, вот тех людей, вот видите, вот этих людей. Людей, которые доверяют мне, которые ждут меня, которые поддерживают меня все это время. Вот этим доверием, господа, я не собираюсь пользоваться, правда вам скажу. Я жутко благодарен вам всем за то, что вы меня поддерживали, и пришло реально больше трех с половиной тысяч писем. Я по сей день эту цифру просто переварить не могу на самом деле. И это очень сильно. Это очень сильно. Я, конечно же, нахожусь еще на реабилитации, но даже то, что я на реабилитации, я ни в коем случае не собираюсь на работу забивать. С завтрашнего дня уже, с 21 ноября, со вторника, я выхожу в нормальный рабочий торговый процесс и будем вместе с вами тоже отработать, подторговывать. И я просто считаю, что должен, вот знаете, я обязан, вот я не должен, я обязан провести одно мероприятие с вами в рамках открытого публичного доступа. Чтобы сказать вам свое откровенное спасибо, благодарность вам показать. Потому что с моей семьи, от моей семьи, да, я им благодарен за то, что они меня поддерживали. Признаюсь честно, обстановка в больнице была так себе. Страх был у меня только один, а вдруг это все, а вдруг это просто троеточие, завершение истории Михайловича, который добился всего лишь там, не знаю, одну треть того, чего мог добиться, а мог добиться большего. И знаете, так я думаю просто, а вдруг это второй шанс. Вдруг это шанс даже, может быть, на искупление каких-то своих грехов, непониманий, каких-то острых углов, на которые я раньше напирался. И знаете, видит Бог, честно вам скажу, откровенно скажу, за эти две недели понимание просто, ну просто перевернулось от и до. Начиная от банального процесса, такого серьезного кровотечения, заканчивая процессом того, что мне чуть просто не поставили диагноз. Слава тебе, Господи, что у нас есть доблестные врачи, которые помогли эту проблему решить, потому что если бы эту проблему я бы не решил, я не буду углубляться в то, как это была проблема, потому что в прямом смысле, это хоть проблема, она не страшная, она не такая прям суперсерьезная. Но если ее забить, конкретно забить, то поверьте мне, последствия катастрофические. И, как вам сказать, я горд, знаете, я реально горд быть знакомым вместе с тем хирургом, который меня оперировал. Я его, признаюсь, честно, очень крупно поблагодарил за это все. Вот сегодня, когда уходил, я его поблагодарил. Я ему очень благодарен, сильно благодарен. Благодарен своей семье за поддержку. И благодарен, господа, вам тоже за поддержку. Моей любимой и уважаемой аудитории. Люди, которые мне доверяют. На самом деле, я, когда меня госпитализировали экстренно, меня увозили по факту в скорую помощь, корейцей скорой помощи. Прям быстро, резво. Потому что если бы еще немножко бы, если бы еще немножко я бы переждал, я бы все, меня больше тут не было. Это с одной стороны. Поэтому, да, скорая помощь мчалась. Она обгоняла всех. Она обгоняла пробки. Она обгоняла все, что можно было. Она обгоняла время. Буквально время. Все-то на время шло. И я все это время думал, когда ехал. А нужно ли вот это все говорить? Ну, просто вот публиковать то, что со мной происходит. Под хэштегом болезнь Михалыча. На телеграм-канале, группе ВКонтакте, Яндекс.Зен. И, знаете, я, признаюсь честно, решился. Даже немножко перезупив через себя. Я понимал, что, наверное, будут те, кто и смерти мне будут желать. И те лица, которые будут меня поддерживать. И те лица, которые будут играть на этих новостях о том, что происходит у меня. И такие тоже были. Я, поверьте. Ну, я, признаюсь честно, я знания не держу на них. Я понял одну простую вещь, что вот в заветах библейских, например, либо со стороны, из уст тех людей, которые высокоморально-духовные, у них одна единственная правда на все, что творится в этом мире. Понять, простить. Все. И знаете, в чем проблема? В том, что не каждый может понять, никуда не каждый может простить. То есть, имея такую склонность по отношению к другому человеку, ближайшему человеку, да, который пусть и даже напакосил, как-то нагадил, а роли не играть что-нибудь сделал. Но ты его понимаешь, и ты его потом за это прощаешь. Это в высшей степени все-таки морально-духовного развития. Я не говорю про то, что если человек там какую-то ситуацию завертихвостил, прям выходящий из разряда вон, там, нарушающий уголовный кодекс, там, или еще какие-то моральные устои нарушающие. Нет, я говорю про такие. Более или менее бытовые вопросы. А именно, те, кто мне смерти вообще желал, те, кто и на вот всем том, что со мной происходило, пытался спекулировать, и прочее в этом духе. Поэтому, господа, вот в это видео посмотрите, я вам скажу так, я зла на вас не держу, правда. Я не хочу просто уже больше забиваться на каком-то своем негативе, будучи понимая, что и срок мне тоже предопределен. До этого я не понимал, вот честно. До этого я, мягко говоря, особо не понимал. Но эти две недели, они просто перевернули мое сознание. Конечно, рано или поздно меня, рано или поздно вас слушали, призовут, как говорится, на суд Божий, и будут спрашивать с нас, что мы вообще в этой жизни сделали. И, отвечая на вопрос, мол, Михайлович, если ты окажешься перед Богом, что ты ему скажешь? Я скажу по одну простую истину, откровение. Спасибо тебе, Господи, что ты дал мне тот опыт, который я пережил. Почему так? С собой из этой жизни я только забираю опыт. Я не забираю деньги, я не забираю имущество, я не забираю что-либо еще. Опыт. Опыт, с которым мне приходится и лично считаться, и в рамках своей умеренной религиозности, с этим же опытом я больше чем уверен, с меня будет спрос впоследствии. Я не наставил на своей правде, конечно, тут есть и атеисты, и агностики, но, господа, каждый убирает все-таки свой формат, подход к жизни, и укажешься все-таки правду. Вот теперь я это прекрасно понимаю. Знаете, передаю вам честно, когда меня госпитализировали, когда, подчеркиваю, экстренно госпитализировали, экстренно госпитализировали, я все думал, знаете, я сейчас все думал, вот, а как же рабочий процесс? Вот реально, как же рабочий процесс? Знаете, я на самом деле трудоголик, вы это прекрасно видите, вы это прекрасно понимаете, и я все думал, а что делать-то? Я же не смогу торговать, я не смогу все публиковать, я не смогу делать то-то-то-то-то, что делал до этого момента, до пятницы 11 ноября. И еще раз, почему? После серьезного кровотечения своей старой хронической болезни, я был готов после вот просто небольших переливаний капельницы сразу же свалить. И снова включился рабочий процесс. Но, опять же скажу, меня семья поддержала, сказала, мол, типа, дурак, ты этого не делай. Подумай, не надо этого делать. Я не права. Они оказались правы. Признаюсь честно, для меня работа, то, чем занимаюсь, развитие нашего проекта, представление помощи, развитие вам, нашим читателям, подписчикам, которые мне доверяют в этом вопросе. Вот это доверие превыше всего. Вот чего я больше всего еще не хотел, не хотел ваше доверие как-то нарушить по отношению ко мне. Это очень ответственное. Вы не представляете, какое я давление все-таки испытываю на своих плечах. Каждое утро, поднимаясь 6 часов, понимая, что меня ждут, понимая, что меня читают. Не только там обычные люди, но еще там инвестбанкиры есть такие лица. Я с ним тоже бывает время и время не общаюсь. И прочие личности. Ждут, значит, верят. Не просто там хихи дыхатом, поугарать. Нет. Ждут озвучивания мысли по отношению к той или иной рыночной ситуации. Ждут, значит, верят. И до меня тоже дошло. К сожалению, только через то, что я пережил. И вы знаете, имея такое глубокое доверие людей, имея такое все-таки коммуникативное средство общения, имея там YouTube канал, там Telegram канал, ВКонтакте, Ян и Дзен и прочее, человек низких моральных ценностей, он давно бы уже оскотинился, если честно говорить. Но я повторюсь, я стараюсь держать марку. Я своим ребятам говорю, мол, ребят, держим марку, правда. Вот кровь из носа, но марку надо держать. Раз верят, значит, надо держать марку. По-другому никак. Это крест, который я несу. Если говорить откровенно. Знаете, меня на самом деле за все это время посещало огромное количество идей про то, мысли про то, что что если это конец? Признаюсь честно, я никогда не видел, как умирает человек. Я никогда не видел, как душа его покидает тело. Я в прямом смысле никогда не видел последнее дыхание. Но за две недели я это все увидел. Я понял одну простую истину, наверное, в последней инстанции, на мой личный взгляд, хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, нет, время покажет, что лица уходящие с этой грешной земли, они в массе своей прожили эту жизнь в бытовом плане. Самоусловно говоря, дом, семья, работа. и знаете, меня вот тоже я общался со многими людьми госпитализированные экстренно по болячьх хуже, чем моя. я пришел к выводу о том, что если вдруг это конец, то хотя бы в рамках этого конца своего этого жизни пути я понимал бы, что я дал своему отечеству, своей родине, своим людям, которые верят мне, то, чего мог дать в рамках своей компетентности и возможностей, созидал по максимуму, при этом понимая, что не зря прожил эту жизнь, то есть не паразитировал, а развивал, конструировал сознание людей, доверяющих мне. Главный результат и вклад в общество, я это имею ввиду. И знаете, вот сколько раз за это время я всплывал в главе Цата Джона Кеннеди, не жди, пока государство даст тебе что-то, подумай о том, чтобы ты мог дать своему государству этот стат, который отбивает всяческое потребление и направляет в русло развития и созидания. Опять же, пребывая в госпитале, больнице, будучи в предоперационном стоянии, еще до операции, естественно, я начал понимать, насколько моя уважаемая ютурия, да и клиентская база, если крайне говорить, поддерживает меня. Не ожидал, что все-таки тысячи, тысячи, еще раз тысячи человек будут так искренне со мной поддерживать. Многие даже хотели в церковь о здравии моем свечу ставить. А это, поверьте мне, очень ответственное занятие о здравии свечу поставить человеке. Я сам тоже время в церковь вхожу, тоже ставлю свечки о здравии, да, ну и о покоении своих усопших членов семьи, ну и также там других прочих знакомых, которые когда-то в моей жизни были. Это очень ответственно. и уж тем более эти люди даже предлагали свою помощь. Мол, Михайлович, я такой-то главный врач в таком-то больнице, там, Москва, Ленинград, Рольнинград, где, готов тебе помочь, потому что ты помог мне. Я, естественно, не соглашался на эту помощь, я прекрасно понимал, что я просто не хочу быть бременем, такой, знаете, бременем ответственности этих людей. У них ведь и своя жизнь, и своя работа, свои проблемы, правда. Я как-нибудь эту проблему свою сам решу. Да, я ее решил, раз дошел до периода реабилитации. Но я стал сильнее ценить все это доверие, все это доверие, уважение. Главное это уважение и доверие по отношению ко мне, то есть мой адрес. Я понял простую вещь, что без здоровья я просто амеба. Я без здоровья никто. Честно скажу, я давно уже не шипа-то здоровый человек, у меня болячки разные. Вот сейчас я искоренил из себя болячки, которые могли через определенный период времени довести до состояния рака. В прямом смысле. Как потом проблему решать, это, конечно, уже прям это была большая проблема, потому что сколько случаев было, и мне тоже мои знакомые говорили раньше, там и другие знакомые знакомых, что вот иметь такие болячки, к сожалению, вообще не решишь. Поэтому, слава Богу, что хирурги настояли, мол, Михаил Николаевич, надо экстремь принимать решение. Пока есть возможность. Я бы назвал их поименно, честно говоря, я не знаю дианонитик. Просто скажу им отдельную словесную благодарность за то, что вот вы доктора, которые есть в нашем Отечестве, Российской Федерации, поверьте мне, если бы вас не было, мы бы давно бы уже отправились на тот свет. Мы бы давно стали бы землю удобрять своими останками. Поэтому, дорогие доктора, спасибо огромное, гигантское спасибо, благодарность моей страны и нашу коллективу Кану в Биржевик за то, что вы вообще выбрали этот путь. Это реально путь бремени. Это реально путь больших проблем. Вы и работаете с людьми. Люди есть и больные. Вот прям на всю голову, на всю котлету просто психологически неадекватные. Но вы выбрали это и вы им помогайте. Вы мне помогли. Это поверьте, это подвиг. Потому что смог бы я выбрать, например, врачевание? Нет, я бы не смог. А вы выбрали. Большая вам благодарность за то, что вы сделали такой выбор, за то, что вы помогаете нам, обычным гражданам Российской Федерации по решению тех или иных физиологических вопросов. Реально большая благодарность. Я это стал ценить просто ну неимоверно. Что врачи у нас есть, врачи компетентные и врачи поверят в нас очень сильные врачи. У нас в принципе медицина в России довольно-таки сильно развита, вопреки тому, что говорят многие якобы тут. У нас как в Зимбабве медицина. Нет, господа, не как Зимбабве. Не как Зимбабве. И даже подчеркну, что я лежал в свое время еще в других республиканских больницах там в свое время. Еще давным-давно. Я понимаю, что да, развитие зависит напрямую от региона. В Москве так, в Чувашии так, в Татарстане по-другому, на Урале иначе, в Сибири, Дальний Восток, там она чуть иная. Но все-таки кадры-то есть квалифицированные. Есть люди, которые помогают держать наши с вами бытовые физиологические вопросы. Еще раз большая вам благодарность, господа врачи, доктора, за то, что вы нам помогаете. Дополную еще то, что получая огромное количество писем в рамках тех пасов, которые находятся у нас, потому что я публиковал ранее. Вы меня также заставляли бороться с этим недугом. Ну, проще говоря, мотивировали. Это ваша заслуга, господа. То, что я сейчас записываю видеоролик, то, что я нахожусь здесь, то, что я готов работать за этот же день вместе с вами и для вас, и ради вас. И я вам за это благодарен. За то, что вы мне не позволили отбросить коньки раньше срока. Моя искренне откровенная вам благодарность. И, пожалуй, звучит самое важное, вот самое, самое, самое важное. Понимаете, мы живем сейчас в мире капитализма. В мире, когда семейный суд, он просто разрушается на наших глазах. в мире, когда нам пропагандируют, что живи для себя, ради себя, ведь ты такой единственный, мягкий, пушистый, ты неплохой, ты хороший. Но, господа, давайте говорить откровенно, без семьи, без семьи мы никто. Семья важнее всего. А остальное, деньги, влияние, власть, еще чего-то, оно не имеет смысла, когда нет семьи, когда нет фундамента, костяка, когда ты остаешься один на один с своей болячкой, как и любой болезнью, роль не играет там, критически, не критически, да по барабану. И ты понимаешь, что а будь как будет, вот ты один, ты думаешь, а будь как будет, да плевать, сгину так сгину. Но когда у тебя есть фундамент в виде семьи, ты понимаешь, что я не сгину ни в коем случае, не хочу, время не пришло, буду бороться до конца. И понимая это все, раньше, честно говоря, я прям так шибко не ценил это, а вот теперь ценил. И понимая все это, я в том числе, помимо вот вашего мотива, мотивирования, мотивации, тоже благодаря мотивации своей семьи я также двигался дальше в решении вот тех физиологических вопросов, с какими я столкнулся в острой, резкой, радикальной форме 11 ноября. В общем и целом, подводя итог, скажу вам одну простую вещь. во-первых, еще раз, во-первых, еще раз, процесс реабилитации у меня займется какое-то время, может быть, месяц, может быть, два месяца, это быстро не вылечится моя болячка, ну, бывшая болячка. Поэтому, господа, где-то я могу быть не на связи, где-то как-то я могу вам не ответить, вы уж не обессудьте правды. Почему? Потому что вот после особенно того, как у меня вкололи анестезию, у меня пипец как давит на мозг. Там, конечно, таблетки я принимаю определенно, но все-таки все-таки с этим недугом пока я тоже продолжаю бороться. Вот. Ну и с другой стороны, я в любом случае буду с завтрашнего дня, с 21 ноября включаться в рынок. На анализе рынка с вами завтра увидимся. Где-нибудь 8.30 утра по московскому времени. И, соответственно, входим с вами в состояние рабочих будней. Поэтому, господа, большая мы благодарны за ту поддержку, которую вы мне оказывали последние две недели. Я это реально ценю. Я это очень сильно ценю. Я понимаю, что доверие у меня тут колоссально высокое. И я полагаю, за счет чего оно высокое. Не просто так оно сформировалось. Оно сформировалось, как я понимаю, за счет того, что вы действительно начали благодаря нашим видеороликам по основам биржевой торговли развиваться в рынке. А это все лекции бесплатно. Я вас агитирую тоже изучать по сей день. YouTube канал наш основа биржевой торговли. В принципе, у нас все видеоролики по основам биржевой торговли бесплатно этим нашим лекциям имеются также во ВКонтакте. На случай, вдруг, если вам YouTube не интересен, то вот есть ВКонтакте. Там тоже такой же плейлист по основам биржевой торговли у нас имеется. Поэтому я посчитал нужным все-таки со всеми теми людьми, кто меня поддерживал, верил, ценил меня. Я с ним поступлю так же. Со своей семьей я презент дам от числа души с числа сердца, то есть, как говорится, это необходимость. А с вами, господа, я сделаю анонтик, полагаю, что завтра, на одну очень важную тему. Это будет прямой эфир. Наш большой прямой эфир, где я вам хотел бы раскрыть очень важные детали в трейдинге, в рынке, о котором публично говорить никто не будет. Я считаю, что я должен с вами на тему поговорить, подискутировать. Я считаю, что я обязан вам таким образом просто сказать спасибо. То есть, не на словах, а на деле отблагодарить вас. Потому что потом я этот прямой эфир тоже публикую в YouTube, ВКонтакте, в Telegram, тоже потом будет. Он везде будет. Я считаю, что я должен. Потому что будучи не зная, кто я, вы меня не видели никогда, будучи не зная, что за человек по ту сторону экрана сидит, вы меня очень крепко поддержали. И это очень важно. Поэтому я, еще раз повторюсь, убежден в том, что обязан поступить аналогичным образом с вами. дать вам то, что никто сроду никогда не публиковал в интернете там, либо где-то еще. Вот очень важный, важный, приважный материал. Бесплатно, без SMS, как говорится, в рамках прямого эфира, в рамках обратной связи. Почему бы нет? Так что, господа, правда, цените то, что имеете. Цените тех людей, которые вас поддерживают. Цените мам, пап, жен, детей своих, если они у вас есть. Цените семью, проще говоря. И самое главное, не забивать на здоровье. Хоть при какой-то малейшей, прям вот милипусенькой проблемке идти к нашим доблестным докторам, правда. Лучше решать проблемку там. Лучше все-таки приструнить эту проблему раз и навсегда, нежели чем допустить ее всплыв, нежели чем допустить ее развитие, прогрессирование. Господа, здоровье одно, и мы с вами хрупкие, мы как муравьишки. Повторюсь, под Богом ходим, по-другому никак. Думаю, на этом надо заканчивать. Спасибо вам всем за внимание, огромное благодарность вам за поддержку за последние две недели. Остаемся на связи, завтра выходим на анализ рынка по утрам. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok